Два года на посту, один из которых сложный пандемийный. Президентский опыт Касымжумарта Тукаева начался с непростых событий. Взрыв боеприпасов в Варыси, массовый конфликт между местными жителями в Кордае. Президент лично отправляется в зону ЧП, чтобы поддержать соотечественников и проверить ситуацию лично на месте. Мы должны извлечь уроки. Никогда такого раньше не было. Значит, это упущение в том числе и властных структур. Я, например, в тот же день практически заменил все руководство области. Сотни планов, плотный график внешних визитов и намеченных поездок по регионам. Пандемия коронавируса заставила приспособить повестку работы главы государства к такому режиму, который бы по максимуму не исключал всего того, что было запланировано до нее, а лишь перевел все ожидаемые мероприятия с его участием в онлайн-формат. Тем временем вспышка COVID-19 в стране поставил президента перед очень серьезным выбором. Экономика или здоровье граждан тогда, объявляя перед народом о введении режима ЧП, Тукаев ясно дал понять, его главный приоритет в политике – это народ его благополучие. Многие казахстанцы строили планы на предстоящие праздники. Кто-то хотел посетить концерты, кто-то спортивные соревнования. К сожалению, ради нашего всеобщего здоровья от этого придется воздержаться. Да, то решение о введении сурового локдауна потом долго критиковали, но главе государства было не до споров. Нужно было срочно спасать экономику и помочь лишившимся дохода гражданам. От срочки по кредитам, продуктовые корзины, налоговые послабления для бизнеса. Почти 4,5 миллиона казахстанцев по поручению Тукаева получили антикризисные выплаты в размере 42,5 тысяч тенге. Именно эта внеплановая волна господдержки дала толчок к еще одной важной инициативе. В нынешней системе начисления индивидуального подоходного налога не хватает справедливости, считает президент. А должно быть так – меньше зарабатываешь, меньше и налогов платить должен. Пока что эта идея на стадии разработки, но начало положено. Герои пандемии – врачи, полицейские и учителя – стали зарабатывать больше. Большой блок работы по здравоохранению пришелся на самих сотрудников здравоохранения. К 2023 году планируют в два раза увеличить зарплату медицинских работников и сделать ее выше средней зарплаты по республике. Два года конкретных дел и адресат, как и прежде, граждане. Идея использования части пенсионных накоплений граждан для покупки жилья или на лечение уже интересуется во многих странах, позже скажут аналитики. А пока в республике Череданова сели. Мама в декрете, Нуржан Есельбекова, давно мечтала о большой квартире. После рождения дочери в прежней стало тесно. Она еще и за городом. И если бы не президентская инициатива, планы семье переехать в центр столицы, еще долго оставались бы мечтами. Своих денег у нас даже, наверное, миллиона там не было. А накоплений мы почти около двух миллионов сняли. Это все соединили, так быстро-быстро все произошло. Мы даже не думали, что мы будем квартиру покупать. Сейчас даже детям заметно. Вот бегают уже. Младшие даже ходить начинают сюда переехали. Очень счастливы и спасибо, конечно. Моему мужу говорю, давайте разводимся. Я не хочу так жить без детей. А он говорит, нет. Может, подождем. Может, усадовим. Спасением брака Лелии и Люсы стало экстракорпоральное плодотворение. В своей очереди на дорогостоящую процедуру они с мужем ждали два года и были уже на грани развода. Тех, кто не дожидался, были тысячи. Но ровно до тех пор, пока президент не объявил о старте программы «Ансаган Саби», которая увеличила количество бесплатных квот на ЭКО в семь раз до семи тысяч в год. Маленькой Нуриле пошел второй годик. В планах счастливых мамы и папы подать документы во второй раз. Тем временем, после создания Национального совета общественного доверия, в стране начался основательный диалог власти и общества. Указ о его созыве стал одним из первых документов, который подписал Касымжимар Тукаев на посту президента. В стране появилась площадка, на которой гражданские активисты за одним столом с главой государства могут обсудить самые острые вопросы волнующей населения. И не только обсудить, а добиться законодательных решений. Пять заседаний за два года, принято 17 законов, три указа президента и около 30 различных приказов и постановлений госорганов. Президент продемонстрировал, какое важное значение продает развитию общественного диалога. В первое время было очень много разных скептических мнений, оценок. Мы помним, что эта диалоговая площадка временная, что вряд ли она будет эффективной. Но, как мы видим, уже мы подходим к двухлетнему рубежу. И за этот период у Национального совета достаточно серьезный багаж реализованных инициатив. По данным отдела по контролю за рассмотрением обращений граждан при администрации президента, только за первый год деятельности отдела количество обращений от граждан и их активность возросли на 40%. При этом обращает на себя тот факт, что растет доля обращений, содержащих непосредственные идеи и предложения. Высокую активность населения продемонстрировала и в рамках проектов бюджета народного участия. Назревшее после прошедших парламентских выборов законодательное решение снижение порога прохождения партии в мажеле с 7 до 5% и включение в бюллетень графы против всех. Кстати, последнее весьма интригующая в свете будущих выборов сельских акимов. А принятие 30-процентной квоты в партийных списках для женщин и молодежи отметили и в парламенте Великобритании. Очень важно, чтобы парламент был разнообразным в демографическом плане. Например, в Соединенном Королевстве депутатом может стать любой человек, независимо от его социального положения, пола, возраста. Такая инициатива будет полезна и для Казахстана. Это будет способствовать открытости и транспарентности законодательного органа и создания возможностей для более широкого выбора населением. Выражение критического мнения в отношении властей – отныне не кухонные разговоры, а конституционное право. Мирные собрания, включая акции, уже год как позволили устраивать в центральных частях крупных городов. Главное, чтобы желающие помитинговать соблюдали требования закона. По мнению тех же европейских парламентариев – это ещё один признак цивилизованного демократического общества. «Выйти на митинг с конкретным вопросом – неотъемлемая часть демократии Соединённого Королевства, которая продолжается из поколения в поколение. Если власти Казахстана пошли по тому же пути, это, безусловно, скажется на развитии страны. Ведь это возможность открыто говорить о проблемах и бедах народа. Очевидно, что эта реформа президента Тукаева приведёт страну к прогрессу». Тем временем пандемия диктовала свои условия всей международной повестки уходящего года. Большая часть совещаний проходила в режиме онлайн. 75-летие Генассамблеи ООН, заседание Евразийского экономического союза, саммиты ШОС и ОДКБ. Мнение главы Казахстана на всех этих глобальных площадках прежнее. Казахстан открыт к сотрудничеству, но строго в рамках национальных интересов страны. «Включение в полном объёме таких вопросов, как здравоохранение, образование, наука в сферу компетенции Евразийской экономической комиссии может существенно поменять её экономическую направленность. Другими словами, будет противоречить сути договора о создании Евразийского экономического союза от 2015 года». Служный коронавирусный год объединил весь народ и дал чётко понять, что пора менять модель экономики. Это то, что пытается президент донести всему миру. Наполовину промышленный и на 70% зависим от угля Казахстан твёрдо идёт по пути декарбонизации экономики и планирует достичь углеродной нейтральности через 40 лет. Главные шаги уже сделаны. Казахстан первым в СНГ ратифицировал Парижское климатическое соглашение и намерен активно заниматься экологическими проблемами. «Если старый экологический кодекс 2007 года регулировал все виды хозяйственной деятельности одинаково, то новый экологический кодекс акцентирует большое внимание именно на крупных предприятиях. Будут требоваться установка автоматизированной системы мониторинга выбросов в реальном времени. Сейчас крупные промышленные предприятия и малые промышленные предприятия, они все ежеквартально сдают отчёты. На самом деле бывают моменты, когда выбросы превышают, но и департаментам экологии сложно это доказать». Декриминализация статьи о клевете ужесточения наказания за совершение сексуального насилия в отношении детей вплоть до пожизненного заключения должны сказаться на усилении безопасности граждан. Поставлена финальная точка и в земельном вопросе. Национальные богатства не будут ни продаваться, ни сдаваться в аренду иностранцам. И это только первые два года президентской карьеры Касымжумарта Тукаева. Айгуля Монтаева, Женибек Мурзинов, Анна Абрамова, при содействии телерадиокомплекса президента ЖИТОКОН.